Да хватит уже ныть! Хотите, я покажу вам по-настоящему, что такое противно, отвратительно, ужасно, что вы там ещё говорите? В общем, внимание на экранчик. Ну что, всем салютики, мои дорогие! Сегодня у меня на завтрак булгур с мясом, немножко огурчика, лучок зелёный и мой хлебозаменитель с творожным сыром. Всем наиприятнейшего аппетита, я желаю! У нас, короче говоря, дорогие мои, такое было ЧП. Кто смотрит мои полные версии, тот знает, что мы держим броллеров сезонно, то есть на лето мы берём второй год. И тут такая ЧПшечка случилась, неприятная, кстати говоря, очень даже. Жара стоит, жарища такая, что просто в помещении броллером дышать нечем. А из-за этого они начинают дохнуть, начинается у них водянка, то есть, ну, в общем, короче, очень много неприятностей связано с этой жарой. Поэтому второй год уже мы приноровились. Сделать им самодельный загончик с зонтиком, то есть всё как в лучших домах, на курортиках, только без моря, так скажем. Хотя море было своего рода. Но так как солнце у нас всё-таки, как у всех, перемещается, то есть то там, то здесь. Утром в одном месте, вечером в другом месте. Мы их перетаскиваем, потому что сначала они у нас под яблонькой находятся. Сейчас покажу. Конечно, по сути, они не должны гулять, не должны клевать ничего. Но когда стоит жара, надо выходить из положения любыми способами. Вот так они тусуются у нас в первой половине дня. Во второй половине дня, когда уже, в принципе, солнце уходит с того места, где они должны быть вечером, потому что только вечером есть прожекторы, которые освещают им их гнёздышко такое, скажем, временное. Поэтому они вечером переносятся все вот туда. Так что вот получается, как у нас. Перетащили их вечером на своё место, под зонтик, где они должны уже спать всю ночь, потому что жарище неимоверное. Обещали дождик, которого не было. Ну, незабываемое есть, конечно, потому что иначе тут вообще можно разглагольствовать до самого вечера. Ничего не предвещало беды. Я вот сейчас думаю, какое счастье, что ещё сестра приехала. Потому что если бы нас только двое с мужем было, то вполне вероятно, что мы бы, конечно, могли бы не успеть. Ну, значит, что случилось, по сути. Я просыпаюсь в пять с чем-то утра. Муж спит, значит, всё такое, ему вставать полседьмого. Я просыпаюсь и слышу, а слышно же, они же под окнами у нас находятся. Я слышу вот какое-то такое, знаете, ну вот они так могут восклицать, восклицать, недовольство своё излагать, когда у них, например, заканчивается вода или еда. То есть они сразу начинают выявлять своё беспокойство такого характера. Ну, думаю, встану. А пока вставала-то, слышу шумит что-то. Ё-моё, дождь начался. Но я подошла к окну в кухне, а они как раз вот расположены, вот под окном почти. Я смотрю, ну, вроде дождик идёт. Но так как у них всё-таки очень большой зонт, так скажем, он закрывает. Они могут так это сместиться вместе, и дождик их не достанет. Ну, они, конечно, там это всё... И вот, значит, дождь-то начинает увеличиваться. А я думаю, господи, ну что же делать-то? Мужа будить, не будить? Думаю, сама пойти. Сестру будить, не будить? То есть у меня вот такие вот мысли. Потому что самой попробуй перенести 50... Сколько у нас? 56, по-моему, их. Попробуй так самой туда-сюда перенести в помещение. Вот. И я, короче говоря... Ладно, стою, смотрю. Пока стояла, смотрела, этот дождь увеличился в два раза. А у нас территория неровная. То есть она идёт как вот такой горочкой. И вот эта низинка вот этой как раз-таки горочки, территории, она попадает там, где сидят наши товарищи. Вот. И, значит, ну, естественно, там у них паника уже, всё. То есть это уже серьёзно. Вот. Я всё стою и смотрю. Вот. Я не знаю, чего я ждала. Непонятно. Потом, значит, думаю... Ну... И когда я увидела, что дождь уже пошёл с стеной, что там уже образовываются лужи у них, то есть такие вообще просто на глазах лужи, лужи просто огромные, я уже запаниковала. Я побежала будить мужа, побежала будить сестру, говорю, давайте вставайте быстро, там у нас потоп. Вот. Короче, очень странные бролеры. Конечно, они отличаются от несушек. Таким, знаете, пофигизмом, мне кажется. Хотя там есть такие более активные. Они там перепрыгнули. У нас такая огородочка мешками сделана из мусора, который надо скоро вывозить. Вот. И как бы они прыгнули туда, там, где ещё не ступала водяная капля. Они туда, значит, нырнули туда. По суше где. А вот, видимо, вот такие вот куры, они вообще лежали. У них, как, знаете, парализация произошла, что ли. Может, это своеобразный стресс для них, не знаю. Но факт не в этом. Что-то я забыла, что я ем вообще. Да? Да. Нам всем пришлось выскакивать. По сути, в чём мать родила. Ну, потому что все спали. Если бы нас кто-то заснял со стороны, это был бы фурор. Это просто взорвал бы интернет. То есть такая ситуация, ну, просто реально. И мне самой было со стороны смешно. И вы знаете, что, кстати, я подумала? Как вот люди, да, снимают какие-то экстремальные ситуации. У меня была мысль, на секундочку, да, взять телефон и заснять. А потом, вы знаете, как бы на самом деле это не до телефона. Потому что тут пытаешься быстрее спасти, да, чтобы они не захлебнулись. И ещё ты будешь снимать, ходить. Поэтому мне иногда очень странно, как в таких критических каких-либо ситуациях люди ещё могут стоять и снимать. Вот, ну, это ладно, я отошла немножко от темы. В общем, короче говоря, мы пока стали переносить их. Муж как-то уж умудрялся по три взять. Они всё-таки уже такие, ну, тяжёлые. Вот, мы по одной, конечно, вот, носили. Но вода прибывала быстрее, чем мы уносили кур. Поэтому тут была, конечно, это вообще... Кто-то может сказать, да всё равно же вы их сожрали бы. Ну и что? Какая разница, как бы они сдохли? Ну, это вот многие могут сказать, я знаю даже кто. Ну, одно дело сожрали. Это всё-таки наши денежки. Мы в них вложили много. Кто держит бролеров, ну, или кур вообще в целом, тот понимает прекрасно, о чём я говорю. Да и как вообще любому животному, птичке, вообще в любом случае даже, если ты его съесть собираешься, как можно дать подохнуть? Ну, всё равно это кощунство, это, ну, как-то нет. Я их не рублю, поэтому мне легче рассуждать так. Если бы я их рубила, может быть, я была бы более такая вот в плане животных пофигистка. Нет, я не могу так, мне жалко всех. Даже птичек вот этих, курочек, мне и то жалко, когда их рубят. Ну, я уже объясняла почему, потому что в магазине курицу есть невозможное, уже стало. Ну, в общем, что касается дальнейшей развязки сюжета. Короче говоря, вот курицы, да, вот они лежат вот в этой воде. Вода уже вот реально приблизилась, половину их закрыла. И даже почему-то вот сейчас вспомнила наводнение в Орске. Вот как люди пережили вот это всё. Тут вот, как говорится, от дождя чуть куры не захлебнулись, ты их спасаешь, да, а там вообще столько воды, это, ой, я не могу. Это ужас какой-то, поэтому это всё кошмарики кошмарные, конечно. Нет, дай бог такое. Вот, ну, что по сути. Ну, вот курицы лежат. Я кричу, давайте мне лопату, знаете, вот это вот, который снег убирает, пластмассовая. Принесите мне лопату, потому что они не уходят с этой воды. Вот как в яму залилась эта вода от дождя, всё, она покрывает этих кур. И они вот так вот, одна там лежит, значит, клюв уже у неё почти в этом озерце, значит, буду погибать молодой. Я ей вот так вот, вставай, ты что, дура, развлеклась? Ну, давай вставай, шевели батонами. Вот, вообще, вот я говорю, что кто-то попроворнее, они, да, что-то там перепрыгнули через мешочки, и это, там, где по суше. А эти вообще как-то, я не знаю. И я вот этой лопатой, потому что надо аккуратно, потому что их можно травмировать, они такие прямо хрупенькие, эти броллеры. Я их лопатой стала выдвигать, чтобы ближе, 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 чтобы уже так, где по суше было, потому что, действительно, они бы ещё немножко и захлебнулись в этой яме. Ну, в общем, короче говоря, всё хорошо, что хорошо, кончается. Всех мы спасли. Сами, конечно, вымокли все, но да ладно, это фигня после такой жары, духоты. Облиться таким душем – это милые дела. Вот пишет, ты бы маникюр сделала, вот этот маникюр. Какой маникюр на даче. Я в шоке с вас. Вот лак. Правда, такой дурацкий. 700 рублей стоит. Такая фигня, вот я хочу сказать. Он у меня слез на второй день, потому что я занимаюсь делами. Я мою посуду. У меня тут нет посудомойки. У нас посудомойка только в городе. Здесь у нас нет посудомойки. Покупать посудомойку сюда, я считаю, нереально. Больно много чести для дачи. Причем не для моей. Вы знаете, вот как бы я не относилась так к инке судаковой, я ее не смотрю, нет. Вначале она мне там давно еще попадалась. Тоже в Ютубе и в ТикТоке она попадалась мне. Но дело все в том, что я ее немножечко не понимала, когда она, какие-то там все это стычки у нее были с подписчиками, и она там тоже на них там то отпевание какое-то устраивала в церкви, то еще чего-то. Кто грозила какими-то проклятиями. А теперь я могу ее понять. Как бы я к ней не относилась, ее позицию такую, вот такого плана я поддерживаю. Потому что действительно люди настолько неадекватные. Они желают сами, вот как мне, все желают подавиться. Очень многие, вернее, не все, но очень многие желают подавиться. Так вот, ловите ответочку в виде обраточки, ну или обраточку в виде ответочки. Будете мне желать, чтобы я подавилась, и у вас мало того, что язык отсохнет, вы сами жрать ничего не сможете. Поэтому следите за базаром. По этому инку я где-то даже... Вот в этом плане. А то написали мне, что мне, видимо, дома не с кем поругаться, поэтому я сюда прихожу. Да, нихера себе. Так это, наоборот, хорошо, когда идиллия в семье, все прекрасно, зачем мне, нахрена мне ругаться. Услышит звон? Они знают, где он. Посмотрит, черт. Опять ты там негативишь. А где я негативлю? Наоборот. Мое призвание хейтить хейтеров. Правильно? Вот когда мясо все сожрешь, уже один булгур есть не очень. Интересно. Ну что, спасибо, мои дорогие, что были со мной, что смотрели меня. Всем желаю хорошего настроения, позитива. Кто сейчас собирается есть, я желаю приятного аппетита. И пока-пока.